Вот мы изучали Мичурину. Пусть верхушечно, а глубже нельзя, разбегутся последние. Ну, останется десяток фанатиков. А остальные, которым только надо знать, как правильно посадить, разбегутся. Так вот, я по верхушкам. Помните, итак, Мичурин. Вот, есть два Мичурина. Я до сих пор, кто поздно, кто раньше, понять невозможно, как создавались эти книги о нём. И у него получается так, привил яблоню, на дикую яблоню привил Антоновку. Вспоминайте, вначале мы этот кусочек изучили. Антоновка дала плоды, привитые. Взяли с неё семечку, получили дичок. Влияние подвоя неизбежно. Мало того, он применяет слово «испортил». То есть генетика. Сто процентов испорчена. Но так же была Антоновка. Пожила на диком подвое, стала диким. Ладно. Не так давно, неделю назад, открываем мы с вами книгу и читаем. Берём саженец. У него уже позади десятки лет неудач, как он пишет. Десятки лет. Это его цифра. И прививаем южный сорт на местный подвой. И он вдруг не замёрз. А южный имеется в виду, ну то есть с самого юга. Ну за границей он присылали ему. И он не замёрз. И, казалось бы, всё. Что теперь, говорит? А дальше бах, ушат воды ледяной. Берём с него черенок. Приваем на следующий подвал. Раз и замёрзает. То есть ветка, которая, вот они ветки, да. Никогда не скрывал эти проблемы. Я сильно серьёзно настроен с садоводством, чтобы морочить голову ради продажи десятков, двух, трёх сажек этих черенков. Вот. Получается по Мичурину, что если вот эти вот выдержали 40 градусов, только благодаря прививке. Берём черенок. Вот он взяли. Привьём в следующий раз. Опять 30. Теперь какой Мичурин? Тот или этот? Нашёл я золотую середину. Ну нашёл же. А теперь вспомним Сергея. Значит, который, правда, на меня ссылается. А может он сам дошёл. Нет, наверное, всё-таки он меня изучал. Не зря же он у меня заказывал эти наслоения ментора. Первое поколение на второе, второе, на третье. Того мало подводит вообще родственники Дагидова. И не надо нам брать, как вот Сергей мучился, пока он первая удача, пока он зацепился, пока черенок на второе, третье поколение хоть что-то получил. Он молодец. Я говорю, это, ну, сам ли он дошёл или повторил мой путь. Главное, что у него получилось то же, что у меня. И кто мешает теперь иметь, в 40-градусных зимах иметь абрикосы? Да какие абрикосы? Да какие абрикосы? Да.